Культурное просвещение представляет Все древние народы, которые жили на территории Среднего и Северного Урала, придумывали различные хитрости для удачной охоты и рыбалки. И самое интересное, что остался единственный коренной народ, который вобрал в себя знания всех тех, кто здесь жил издревле, это народ Манси. Они себя называли Манси, Мань маленький, Си народ, маленький народ. Вот через этот народ мы и попытаемся узнать о тех придумках, хитростях, которые здесь бытовали еще с давних времен. Одна из особенностей охоты на рыбу, а это все-таки основная задача у них, это были всевозможные придумки. В частности, Манси придумали вот такое сооружение, которое называется запор. Запор – это не забор, а именно от слова «запирать». Запирали реку, делали вот такую перегородку, в которой оставляли небольшие отверстия. В эти отверстия могли совершенно спокойно поставить вот такую морду. По-мансийски она называется «гимга». Эта морда позволяет все-таки рыбе туда зайти, а за счет того, что там узкий конус, выйти она обратно не может. В результате чего можно в длинном запоре поставить не одну, а несколько гимг, если в Пауле проживала не одна, а больше семей. К сожалению, на сегодняшний момент запоров на наших реках нет. Уходит этот традиционный способ ловли, хотя был очень оригинальный и интересный. Вот эту вот гимгу традиционно Манси делали из кедровых плашек, которые специально кололи, а затем их обвязывали кедровым корнем. Они узнали, что кедровый корень – уникальная вещь, которая не гниет в воде. Она как раз эту конструкцию удержала, и это было очень удобно, ничего покупать не нужно. Сейчас, к сожалению, уже кедровым корнем ничего не делают, в лучшем случае проволокой. С одной стороны, снова удобно, но мы уже говорим о том, что вот этот вот вид рыбной ловли, он уже уходит. Сети, которыми всегда добывали рыбу, были большие. Это большие неводы на 40-60 метров, потому что и реки были хорошие, и рыбы было много. Традиционно такую сетку делали, вязали из крапивного волокна. Причем крапиву точно так же, как и Леон, специально обрабатывали, схема примерно одинаковая, и ее плели. Сейчас, к сожалению, крапивных сетей не делают, но пользуются большим спросом на сегодняшний момент советского производства. ГОСТовские сети, потому что качественные. Единственное новшество, которое они туда вводят. Берестяные завитушки – это поплавки. Их может сделать любой, да и сломалась, всегда есть возможность подремонтировать, сделать новую. А сейчас эти сети утяжеляют транспортерной лентой или шнуром со свинцом. Это уже современность. А раньше они очень серьезную вещь придумали. Они брали камень. Для него специально вырезали небольшую берестяную плашечку, то есть такой прямоугольничек, вставляли, сворачивали и обвязывали. Вот такую необычную вещь я видел на Пилыме в начале 2000-х годов. Там манси Куриковы показывали, как они рыбачат на реке по сырья. Забросили невод. Но поскольку река завальна, и там много оказалось бревен, то дернули невод, и получается, что рыба через дырку ушла. И при мне они очень быстренько заштопали, и как раз несколько камней сложили в бересту и подвязали. Очень удобно, практично, и самое главное, ничего придумывать не надо. Уже все здесь есть. Три минуты. Лодку делали в основном из осины. Брали большое дерево, в котором делали надрезы. Сначала это вот небольшой вот такой надрез. Потом выбирали древесину, сердцевину, и будущие борты разводили. Нужно было получить вот примерно то же самое. Это означает, что лодка с не очень высокими бортами. Но за счет того, что у нее дно плоское, плоскодонка, можно ходить по любым рекам. Даже если глубина реки небольшая, сантиметров 30. Лодка большой площадью не дает осадки. Для того, чтобы вот эта осиновая лодка легко высохла, а ею занимались целый месяц, то есть не оторвется охотник от ее изготовления никуда, надо, чтобы все-таки эту лодку не повело. Они специально придумали очень необычный такой механизм, хитрость. Они дно лодки дрелили, но причем отверстие полностью насквозь не проходило. Примерно наполовину, на две трети. И расстояние между вот этими дырками в ряду не больше 10-12 сантиметров. Расстояние между рядами 25 сантиметров. Это означает, что они как-то так высчитали, что лодка высохнет одновременно. Вот такую таежную хитрость придумали таежные люди. Жизнь таежного охотника связана преимущественно с лосем. Лось – это основа жизни. Охотник, добывая лося, получает 500 килограмм. Это позволяет охотнику выживать в зимние тяжелые месяцы. Но кроме того, дает шкуру. В основном шкуру лося не используют. Возьмут только с ног, с голени. Такие шкурки называются камус. Из камуса можно сделать массу всего. Например, можно сделать обувь. Чаще всего вот такие меховые тапочки называются как раз нярки. Их хозяйка может шить именно такими тапочками. А может пришить сюда суконный верх, который можно обвязывать тесемочкой. И вот в таких нярках можно недалеко выйти из дома. Ну, да и зайти, допустим, в неглубокий снег. За дровами, к примеру. Вот особенность того, что все-таки шкура на голени у лося обладает особой прочностью, это использовал человек. Все, кто здесь жил на хребте, были таежные охотники. В этих краях горная тайга, нерубленная. Здесь узкие охотничьи или же звериные тропы, по которым ходили медведи и лоси. Ходить по этим тропам очень неудобно. Поэтому издревле здесь, поскольку у нас все-таки климат холодный и часто снег, были придуманы вот такие лыжи. Точнее, они здесь были распространены. Эти лыжи охотник делал из елки. Очень гибкий материал. Как правило, в течение недели, 10 дней он вырезал вот эту вот лыжину. Причем надо было сделать именно вот с таким постаментиком, куда можно было совершенно спокойно в два отверстия, поместить либо черемуховый обод, который пропускался 3-4 раза. А во второе отверстие можно было пропустить вот этот ремень. Поскольку все разные, вот этот вот ремень имел специальные прорези, которые, по сути дела, можно было настроить на любую ногу. Кедровая плашечка вставлялась и тем самым ограничивалась. Эти лыжи самоскидочные. Вот мы с вами посмотрим, как это одевалось. Как правило, охотник пяткой растягивал сам ремень, а потом носком продавливал черемуховый обод. Тем самым совершенно спокойно можно было носить. Самоскидывающиеся лыжи можно было совершенно спокойно нажать, и точно так же нога вышагивает. Очень легко, просто и доступно. Сами лыжи подбивались специальным одеялком. Он сшит из небольших кусочков камуса, чаще всего лосиного, реже оленного. Эта одеялка позволяла охотнику ходить в горы, ну, градусов под 50, под 60, за счет того, что ворс не позволял съезжать вниз. Правда, есть особенность, когда охотник съезжает с горы, эти лыжи очень быстро приезжают. Может быть, даже раньше охотника. Поэтому чаще всего спускались зигзагом. В нашем музее представлена коллекция ловушек, которыми пользовались охотники манси. Вот такая ловушка на росомаху, потом черкан на мелкого зверя пушного, ловушка на соболя. Это слопец на глухаря. Ставили его в основном по барам, где глухарь водился, по пескам, где устраивали порхалище. Здесь песок был с галечником, чтобы глухари попорхались, камешки поклевали. И глухарь заходит либо отсюда, либо отсюда. Как Павел Кириллович рассказывал, там манси, что попадалось по два, по три, то и по четыре глухаря сразу. Вот сюда он шел. Здесь были еще веточки лежали. Птица наступала, и ее просто убивало. Все ловушки, в основном, у них был принцип опадного действия. То есть падал груз и убивал зверя. То есть зверь не мучился. Это ловушка на росомаху. Клалось мясо, приманка. Росомаха чуяла, подходила, поднималась по взбежку. Ну и здесь была осторожка. Она ее зацепляла, ее просто убивала. Все. Это черкан на мелкую боровую дичь. Допустим, на горностая. Ставился где-то возле норки. Зверь, выходя из норки или заходя в норку, шел, наступал на осторожку. Это был у них борьба за выживание, жизнь в природе. Надо было себе пропитание добывать. Такими орудиями лова они пользовались до определенного момента, пока не появилось огнестрельное оружие уже. Ну вот еще одна ловушка, живая ловушка. Это уже медведь попадал сюда живой. Ставили ее в тот момент, когда нужно было отловить шатуна, ну либо медведя-хулигана, который ломал все, пакостил, вот ловили его. Ловушку настраивали. Мог настроить даже ребенок или женщина. Она была так устроена. Она была опадного, то есть затворного действия. Медведь заходил внутрь, там было протухшее мясо, потому что медведь далеко чует. Он заходил, начинал тянуть там лапой за это мясо. И здесь приходило в движение все, и его закрывало там просто. Все, и он там сидел. Приходили охотники, его уже тогда убивали. Их настораживали только в критическом случае, когда надо было медведя убирать с этой территории. Так как медведь еще являлся священным животным для Манси, ну старшим братом. И поэтому его добывать было нельзя просто так. Не мог относиться с почитанием. Поскольку охотник иногда уходил на длительный промежуток времени, все его снаряжение, оборудование, охотничье, оно должно быть приспособлено. Они издавна придумали себе даже удивительные вот такие ножны, цельнотельные, специально сделаны для того, чтобы сохранять нож, чтобы он не гнил. Иногда эти ножны были удлиненные, и они имели вот такую прорезь в нижней части, для того, чтобы можно было зафиксировать на нижней третьей бедра, чтобы при движении он не стучал, не бился, не рвались ремешки. Это означало, что совершенно спокойно можно его носить. Что-то типа командос. Раньше охотились и с помощью копья на медведя, но чаще всего охотились с помощью лука. Луки были разные, но принципиально все равно на каждого зверя была своя собственная методика. Я хочу вам показать вот такую необычную стрелу. Ну, конечно, музейный экспонат, оперений здесь нет, но не в этом дело. Основной это вот как раз кончик, набалдашник. Эта стрела не должна воткнуться. Ее задача была просто ударить, оглушить. Тем самым можно добыть самого маленького, но дорогого зверяка, белку. Она оглушенная, но с другой стороны в этом случае шкурка не пострадала. Дорогая при этом. У меня в руках предмет, который пользуется всех поселений. Это крошни. Это такой рюкзак, который позволяет носить груз. Делается он очень просто. Черемуховый обод загибается, берестяная покрышка, это все есть, несколько перекладин, а дальше ремни. Вот эти заплечные ремни позволяют зацеплять кончиком, и можно подогнать его под любую конституцию любого тела. За счет того, что вот эти вот крошни имеют заплечные ремни, которые могут выдерживать значительный груз, и охотник может унести в среднем 50 килограмм. Эта штука в любом случае выдержит. Сами грузы привязывались, приторачивались ровдужными ремнями. К сожалению, на сегодняшний момент у наших манси оленей нет, потому и материала нет. Но крош не используют. Правда, для этого возьмут какие-то другие материалы. В качестве емкости могли использовать вот такую пайву. Вообще, такая штука на мансийском языке называется саз пайп. Саз береста, пайп, это вот такая емкость, то и сок. В нашем случае у него даже есть крышка, которая может закрывать нашу пайву, чтобы туда, скажем, дождь не попадал и ничего не затекал, и снег. Это очень удобно. Пайвы эти легко делаются, потому что бересты очень много. И если какая-то вещь сломалась, ее легко заменить. Кроме того, она почти невесомая, береста мягкая и легкая, ее легко приторочить, потому что ты ее сделаешь специально по своей конструкции. на сегодняшний момент на территории Свердловской области мансий все меньше и меньше. Их оказывается численность около 130 человек. Они ассимилируются, исчезают и растворяются в нашей жизни. Вместе с ними исчезают и особенности их охоты рыбалки, которую они принесли с собой и показывали нам. Но сейчас это показывать уже почти некому. И самое интересное, что они из природы брали очень немного, только для того, чтобы выжить. Это бережное отношение уходит вместе с ними. Поэтому о всяких хитростях и придумках таежного народа рассказывать уже становится просто некому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok